Девушки отдыхают Я слежу за тем, что всем было очень весело Хорошо, что ты к нам зашел на огонек Я тебя оставлю здесь одного на сцене, чтобы ты мог здорово, весело выступить И не забудь потом, пожалуйста, ответить на вопросы Прекрасный план, ура Тогда уда... Извините Отдаю тебе виртуальный микрофон Давайте я как-нибудь поприветствую, чтобы он окончательно проснулся Добрый вечер, ребята Спасибо вам большое за внимание Мне очень приятно, что вы как-то хотели со мной пообщаться Мир наш, правда, очень интересно устроен Согласить Мы с вами живем в мире таком многотокеновом Я вот Начал заниматься блокчейном, биткоином в 2011 году На самом деле, тогда все говорили биткоин Никто не говорил блокчейн Когда Сатоси опубликовал свои первые статьи Он описывал, конечно, блокчейн-технологии С точки зрения их полезности В первую очередь в мире финансов И писал исключительно про биткоин Ну, биткоин понимает, что такое, да Это пиринговая система Которая вроде как должна упрощать расчеты между гражданами И должна иметь высокий уровень защиты То есть такая валюта, которую можно всегда отслеживать Невозможно тратить дважды и так далее В общем, вроде как замечательная концепция Все в восторге были тогда, все в восторге сейчас Но, не знаю, может быть, два года назад Отрасль стала в целом интересоваться другими возможностями применения И мы впервые стали заглядывать как бы под капот биткоина Задаваться вопросом, а как еще можно использовать блокчейн Вот тогда возник уже интерес к другим аспектам блокчейн-технологий Какие-то из этих проектов я и хочу сейчас описать На всякий случай напоминаю, что такое блокчейн Это цепочка блоков в распределенном реестре Ну, положим, Элис хочет отправить Бобу деньги И у вас есть какой-то реестр Не знаю, в Гугле или в Экселе написанный Где указаны, ну, как бы, сальдо на счетах и того, и другого человека Элиса и Боба У вас дальше идут обычные операции Кредит тут, дебет там Интересно, что этот реестр держат все остальные пользователи системы И он обновляется каждый раз, когда происходит какая бы то ни была транзакция Даже если лично вы в ней не участвуете И больше того, в этой схеме так устроено, что у каждого участника есть экономический стимул к тому, чтобы не давать другим жульничать Круто, что у всех участников системы есть такая мотивация Это сильно усложняет хакинг системы Сильно затрудняет мошенничество, чтобы не сказать фрод Другое дело, скажем, если вы пытаетесь банк ограбить Я не пытаюсь, конечно, сказать, что, там, не знаю, доллар или евро потеряли свою ценность Ну, вы же понимаете, что вы можете А, я сейчас по-другому скажу Биткоин прекрасен ровно тем, что у вас есть эта полная отслежимость Если вам удастся скомпрометировать, грубо говоря, протокол То, возможно, цена биткоина очень сильно упадет Мне часто говорят, слушайте, но нет же никакой внутренней сущностной ценности у биткоина Вот из золота хотя бы ювелирные изделия можно делать Мне всегда очень обидным кажется это утверждение Потому что ценностью объекта окружающего мира наделяет не природа, наделяем мы Ну вот, у нас с вами, не знаю, мы привыкли к тому, чтобы считать, что, скажем, определенная бумажка определенного цвета имеет такую-то ценность Вот мы считаем, что евро это ценная валюта Не потому, что там когда-то она была привязана к какому-то стандарту, к золотому, например А потому, что я знаю, что я могу прийти в кафе Ну, любое кафе в Европе И купить за один евро чашку кофе И никуда эта покупательная стоимость не денется Ну, а в странах со слабой экономикой, где Аргентине несчастной, например, страдающей от гиперинфляции Люди не особенно держатся за свои деньги Прекрасно понимают, что завтра на них можно будет купить гораздо меньше, чем вчера Так вот и биткоин оброс этой, можно сказать, субъективной ценностью за те годы, что он существует И в частности, поэтому сейчас биткоин торгуется на уровне порядка 2,5 тысяч долларов Потому что на биткоин работает ограниченность предложения Почему люди считают, что биткоин ценен? Ну, потому что биткоин является прекрасным инструментом сохранения ценности с одной стороны И с другой стороны очень удобным инструментом расчета Не знаю, как кэш с крыльями Это система мгновенного перевода денег, которую нельзя заморозить, нельзя взломать и нельзя зарегулировать То есть технология, лежащая в основе биткоина, может же применяться и в других сферах Не обязательно Чисто в области финансовых расчетов Я пару месяцев назад ездил в Германию На конференции Посвященную другим применениям биткоина Там кучу новых интересных вещей для себя узнал Вот, например, есть чуваки, которые соцсети запускают на биткоине Больше того Есть проект под названием Голос Как вы понимаете, русскоязычный И вот эти ребята что-то очень интересное делают Они сделали блокчейн, в котором вы можете постить, не знаю, твиты свои Новостные статьи, картинки, видосы И все ваши обновления попадают в блокчейн Таким образом, все участники системы получают образец ваших материалов И дальше, если, ну, как видите, невозможно со стороны репрессивного государства, например, такую систему прикрыть Потому что это блокчейн Он географически очень сильно распределен И таким образом, те, кто у вас, не знаю, пишут статьи Участвуют в системе, там, Голос или Стим Могут премироваться этой системой И это своеобразный proof of brain, да? Доказательство качества мозга А не доказательство работы, которое является основным принципом работы Ну, скажем, если я написал статью, и за мою статью люди голосуют активно Новые деньги, приходящие в систему В какой-то заметной своей части Достаются мне И таким образом я могу зарабатывать как журналист И это интересная система Потому что не те, кто лайкает мою статью, мне платят деньги А новые участники И таким образом система создает новые деньги Каждый день И эти новые деньги распределяются между теми, кто пишет материалы И между теми, кто голосует Сейчас, конечно, становятся все популярнее смарт-контракты Помните, что такой умный контракт Это Тюринг полный код У которого есть четко прописанные цели Он выполняет определенные инструкции Часто говорят, что умные контракты Могут быть основой работы интернета вещей Скажем, я могу прописать умный контракт Согласно которым Мой холодильник будет дозаказывать молоко Когда он у меня кончается Или я могу прописать принципы работы Своего кондиционера или стиральной машинки Если у вас все это делается на блокчейне То взломать ваш умный дом Оказывается гораздо более сложной хакерской задачей Потому что все эти инструкции у вас уже заложены в блокчейн Если, например, управление вашим умным домом Занимается в централизированном режиме крупная компания Это тоже, ну, централизация всегда опасна Это единая точка атаки, если хотите, для хакеров Что еще можно сделать? Можно использовать смарт-контракты Для автоматизации расчетов между вами и страховой компанией Например, вы купили страховку от задержки рейса Смарт-контракт сам посмотрит Сам свяжется с данными авиакомпании И автоматически вам выплатят вашу страховку В случае задержки Это все очень интересные проекты Другой вопрос Как их поддерживать? Люди часто интересуются и Steam'ом, и Dash'ем, и биткоином И эфирами, и голос тоже хотят себе прикупить Но при этом же, не знаю, сидеть и крутить у себя на телефоне Или на ноутбуке 50 разных кошельков затратно Поэтому люди начинают хранить свои деньги На Полониксе и прочих онлайн-биржах Я давно уже в этой отрасли работаю И я привык к тому, что некоторые биржи исчезают в одночасье И люди на этом теряют большие деньги Именно поэтому я недавно вошел В состав совета директоров Jacks.io Посмотрите на мою кепку И это мультиплатформенный кошелек То есть вы можете Он мультивалютный при всем при этом У нас есть и приложения для Хрома И версии для смартфонов Версии для десктопов Сейчас мы поддерживаем Litecoin, Dash, Ethereum, Ethereum Classic Bitcoin, кучу других систем Всего 15 Причем поддерживаем их на самых разных платформах Чем этот кошелек отличается от хранения денег на бирже? Главное отличие состоит в том, что когда ваши деньги лежат на бирже Вы, получается, их не контролируете Если же держать деньги в банке Прогорел банк? Попрощайтесь со своими деньгами Больше того, на биржах это даже опаснее Но пока вы торгуете Все еще ничего Но когда вы прекращаете торговать На самом деле лучше вывести свою криптовалюту Потому что нет никаких гарантий Потому что пока вы спите Биржа не соберет монетки и не свалит Криптовалюты дорожают все больше Мы рассчитываем на то, что эта инфляция будет продолжаться и дальше Таким образом мы становимся все более и более сочными целями для хакерской атаки Как работает Jax? Автоматически генерируется, не знаю, 12 случайных слов Мы их вам сообщаем, зашифровав по PGP Говорим, вот эти 12 слов Вы куда-нибудь сохраните, распечатайте Не знаю, вы тут уйдете И даже если моя компания исчезнет Ваши деньги не потеряются Потому что мы их не контролируем Они контролируются только клиентами Мы сознательно не имеем доступа к вашим деньгам Технология блокчейна Лишает Ну, зачастую компании или государства Монополий на то, что было их монопольным уделом В течение долгих лет или даже десятков лет Это настоящая революция, в которой интересно участвовать В 2011 году я основал компанию Которая была фактически одной из первых компаний Биткоин Спейс На NASA приходилось 30% всех транзакций в паре биткоин-доллар Ну, вот биткоин тогда стоил порядка 30 центов И у меня есть приятель, который выбросил жесткий диск На котором у него было 25, по-моему, биткоинов Он сейчас, как вы понимаете, горячими кровавыми слезами обливается Я помню, как я случайно по ошибке отправил приятелю 50 биткоинов вместо 5 биткоинов Он спрашивает, ну что тебе вернуть? Разница Я говорю, да ладно, какие там, мол, копейки Потом мы создали фонд биткоин, биткоин фаундейшн Для стандартизации и всего остального Но сейчас уже мир совершенно другой Гораздо больше стало криптовалют Самые разные токены с разным функционалом Но не все хороши Да, есть, прямо откровенно скажу, говенные криптовалюты То есть, если вы собираетесь вкладываться в новые проекты Вы сначала присмотрите к тому, кто стоит за тем или иным проектом Не всем фаундерам можно доверять Вы, наверное, знаете, что российское сообщество блокчейнеров Одно из крупнейших в мире Еще в 2011, может 2012 году Мы разрешили покупки биткоина за деньги Причем первыми странами, где эти покупки стали возможны Были США и Россия И тогда, как вы понимаете, можно было купить биткоин В любом терминале Киви или Киберплат Огромная компания с штаб-квартирой в Санкт-Петербурге Под названием Чейнджли Занимается очень интересным делом Они же, по сути, являются децентрализованной биржей Где можно покупать и продавать токены При всем при этом Призываю вас Держать Свои токены Все-таки в кошельке Может быть в нашем, может в каком-нибудь другом Но не держите их на биржах Знаете, ни что, ни ново под луной Слишком много обанкротившихся и пропавших Бирж я видел При всем при этом Технологии блокчейн крутые Очень много интересных проектов Которые хочется деньги вкладывать Вместо того, чтобы Не знаю Бороться с крупными корпорациями С репрессивными правительствами Мы пытаемся создать мини-систему И дать людям дальше выбор Пользоваться плохой системой Которой вынуждены были раньше Пользоваться силой ее монополисти Либо хорошей, новой, удобной Которую придумали мы И так, глядишь, победим Так поменяем мир Спасибо вам большое за внимание Готов ответить на ваши вопросы Если они будут Отлично, спасибо Есть ли у нас вопросы? Вот там вижу вопрос Я вот обратил внимание На логотип Jax И уже успел скачать кошелек Мне понравилось приложение Похоже, что удобнее пользоваться Чем блокчейн-инфо Который у меня тоже есть Вопрос такой Какова гарантия того Что Jax Никуда не денется Отличный вопрос Спасибо Я вот вас знаю К вам с уважением отношусь Но это же не касается Jax Да вообще никому нельзя верить Мне тоже не надо верить В этом-то Главная прелесть технологии Хороший блокчейн Устроен так, что вам не надо Людям сильно доверять Но если вы держите деньги На бирже Вы теряете свои деньги Если биржа исчезает И пока вы пользуетесь Только одной валютой Очень удобно держать ее В своем кошельке На своем телефоне А если много валют Ну просто западло Держать на телефоне 15 разных Извините Кошельков Когда вы создаете кошелек На Jax Генерируется пароль Из 12 случайных слов Вы его сохраняете Все ваши частные ключи Дальше генерируются На основе этих слов Jax при этом Не владеет Вашим частным ключом Это все Как бы Расчеты выполняются На вашей стороне Если Jax куда-нибудь Денется Если я улечу на луну Вместе со всей компанией Вы сможете Импортировать Эти ключи В блокчейн инфо В эксчейнж В любой другой кошелек То есть Jax По сути Упрощает для вас Управление Вашим кошельком Мы при этом Не получаем доступа К вашим частным ключам И кстати говоря У нас открытый код Вы всегда можете Его почитать И проверить То что я сказал Хорошо Скажите пожалуйста По каким критериям Вы решаете Какие новые валюты Добавлять Какие нет Я вот Ripple В списке не увидел Очень интересный вопрос Вы задаете Мы буквально Два дня назад Сделали заявление О том что Ripple Добавим Дело просто в том Что Ripple Труднее добавить Чем эфириум Или биткоин Собственно Это касается И Монера Там требуются Собственно Специализированные Разработчики Но обе валюты Мы добавим В течение Ближайших двух месяцев Если каких-то еще Токенов вам не хватает Напишите нам В Slack Напишите Электрическое письмо Бросьте Хорошо Спасибо Можно я тебе вопрос Дам Чарли Я простой парень В блокчейне Не такой специалист Как ваши слушатели Объясни пожалуйста Криптовалюты Блокчейн Биткоин Позволят нам Выстроить более Доверительные отношения Или наоборот Вообще Вся эта Телега С криптовалютами Началась С того Что стало понятно Что людям Трудно доверять Не доверяй А проверяй А это Ты считаешь Вообще Недостаток Наше общество Что мы людям Слишком много верим Да нет Мы хотим Всем доверять И больше Мы часто Вынуждены Людям доверять За неимением Других вариантов Ну скажем Если я иду в ресторан Я в какой степени Доверяю ресторану Хотя Сумму в счете Проверю Конечно Просто в денежных Расчетах Или в Выборах Например Тут же Не всегда Можно доверять Да Мы в какой-то степени Доверяем Политикам Или цикум Мы доверяем Данным С которыми Мы работаем Очень часто Доверяем Но Каковы Основания Для этого Доверия Если люди Нас обманывают Воруют Наши деньги Мы далеко Не всегда Можем Как бы Их призвать За это К ответу И специально Был придуман Биткоин Как система Не требующая Доверия Если у вас Тысяча человек Участвует В системе Вам нужно Чтобы больше Половины Участников Поддержали Вруна Но при этом Можно создать Экономическую Мотивацию Экономические Стимулы К честному Поведению Действительно Если у вас Врунов Будет Больше Одного Грубо говоря Вся Система Окажется Под ударом Таким образом Мы Обеспечиваем Нацельность Всех Участников Системы На сохранение Честности В общем Если я вам Отправляю Деньги В блокчейне Вы не обязаны Мне верить Вы легко Можете проверить Отправил Или нет Есть ли у нас Еще вопросы Из аудитории Пожалуйста Вот вижу Вопрос у девушки И еще на задних Рядах Привет Я Катя Скажи пожалуйста Что ты думаешь О последнем Скейлинг Соглашении В биткоин Сообществе Спрошу тебя Как Человека Который Первым Про это Рассказал Сразу после Конференции Сейчас Разработчики Стали писать Что это Соглашение Странное Нецелесообразное Или даже Ну невозможное Спасибо за хороший вопрос Многие люди Говорили Что биткоин И блокчейн Технологии Плохие Потому что Нет никакого Регулирования Ну скажем В любой стране У нас есть какой-то Лидер Который говорит Что нам делать Мы голосуем за него И надеемся Что он Как бы Отражает Наши интересы В мире Криптовалют Такого нету Есть просто Мнение Большинства Если хотите Биткоин Это по сути Эксперимент Эксперимент Такого Не иерархического Общества Но очень часто Мы В реальном мире Сталкиваемся С неэффективными Рынками А есть надежда Что рынок Биткоина Будет эффективен До сих пор Скажем Саобщество Не может договориться О том Как масштабироваться Дальше И эти споры Продолжаются Достаточно давно То ли увеличивать Размер блока То ли дополнительно Иерархическую структуру Выстраивать Над блокчейном Барри Силбер В последние Несколько недель Собрал Всех основных Представителей Крупных структур Занимающихся Блокчейном Биткоином В частности Есть представители Российских организаций И заявил Что мы Хотим Пойти Компромиссным путем Увеличить Размер блока На 2 мегабайта Ну и Плюс Еще нескольких Функций Включить Значит Ключевые Разработчики Придумали Как Собственно говоря Этот компромисс Реализовать Хотя не все Хорошо к нему Относятся Если они Его не внедрят Ну значит Отрасль пойдет По пути Форка И тогда Эти разработчики Останутся За бортом Я не думаю Что в итоге Будет Хардфорк Я думаю Что компромиссное Решение Действительно Будет реализовано Но вообще Вся эта история Со скейлингом Показывает Что для того Чтобы поменять Фундаментальную Основу Биткоина Нужен Консенсус Невозможно Это сделать В одиночку Договориться Конечно Трудно Но это Очень хорошо Представьте Что какой-нибудь Злодей Захочет Не знаю Потратить 200 Миллионов Долларов На то Чтобы Изменить В своих Интересах Систему Так можно Извините Путем Коррупции Взяток Большое количество Систем В реальном Мире Испортить А биткоин Похоже Такой Атаке Не подвержены Меня это Лично Восхищает Очень круто Сказал Спасибо Еще один вопрос У нас был Пожалуйста Или уже Нету Сзади Была рука Где-то Сзади В смысле На задних Рядах В зале Вот вижу По центру Рука Здравствуй Я Денис Я из FinTech Solutions Конкретно Из Саймикса У меня Такой Вопрос Раз что-то Начали Говорить Про прозрачность Про биткоин Про организацию Голосований Почему нельзя было Просто провести Голосование В биткоин Сообществе На тему того Форкить Не форкить Каким путем Идти Как дальше Развиваться Зачем нужно было Собирать Олигархов Ну Уважаемые люди Вот ты в том числе Я понимаю Но все же Хороший вопрос Главный ответ На него такой Какой механизм Использовать Для голосования Да ты помнишь Что Сатоси Написал Хэшинг Паудер Благодаря Которому Майнеры Могут показать Чего они хотят Если достаточное Число Майнеров Выступит Единым фронтом Система Форкнется Майнеры При этом Не интересуются Тем Что важно Для пользователей Как При этом Опрашивать Пользователей Пользователей Здесь Дополнительная Сложность Появляется Как нам Идентифицировать Пользователей Как нам Убедиться в том Что Это реальные Пользователи А не один из Миллиона Ботов Созданных Реальным Человеком Для того Чтобы исказить Результаты Голосования Так называемая Зибель Атака Выбранный Механизм Получается Конечно Гораздо Медленнее Других Возможных Но он Мне кажется Более Надежным Люди Часто Хотят Получить Мгновенный Ответ На свой Вопрос Но На незрелом Рынке Где нету Лидера Что На мой взгляд Очень хорошо Требуется Больше Времени На то Чтобы прийти К консенсусу И это хорошо На мой взгляд Это нормальная История Про здоровый Рынок Я не могу Прогнозировать Что произойдет Не знаю Через Неделю Две Или три Но я думаю Что рынок Пойдет В правильном Направлении Рано или поздно Хорошо Я вот Представляю Стартап Очень много Общаюсь С другими Стартаперами Венчурами Скажи пожалуйста На твой взгляд Как блокчейн Изменит рынок В области Скажем Мобильных сервисов Отличный вопрос Собственно Мобильные сервисы Очень часто Используются В Африке Например Там есть Импезо И Прошу прощения Универсальным Средством Расчета Являются Минуты Разговора В сотовой Сети Но это Как бы Квази Валюта Вот в Кении Да Крайне Неэффективная Коррумпированная Банковская Система И люди Раньше просто Не относили Деньги в банк И держали Деньги под матрасом Понимаете Было плохо Быть банкиром В Кении Но очень хорошо Было грабить квартиры И дальше Появились Мобильные Телефоны Собственно Во многих Да Прошу прощения Во многих Африканских Странах Уже больше Одного Телефона Приходится На каждого Жителя И опять же Кения Чемпион мира По проникновению Мобильного Банкинга Так вот Минуты Разговоров Сотовой Сети Являются Квази Валютой В Кении Можно рассчитываться Ими за Массу Различных Сервисов В том числе Мобильные Сервисы Есть компания Под названием BitRefill И этот Сервис Вам позволяет Покупать Минуты Разговора И собственно Расплачиваться Ими в разных Странах Вот я Например Могу Сейчас Перевести Биткоином 50 евро На чей-нибудь Телефон В Кении И таким Образом Биткоин Оказывается Своеобразным Мостиком Между Самыми Разными Валютами Мира Круто Спасибо У нас Осталось Время На один Вопрос Пожалуйста Привет В догонку Предыдущему Вопросу Хочу Хочу Спросить А почему Нельзя Сделать Звешенное Голосование Можно Было Бы Сделать Скрипт Который Бы Фиксировал Ну Как бы Все Токены То есть Ты спрашиваешь Почему Мы не можем Использовать Сейчас Прошу прощения Предложение Такое Зафиксировать Объем Средства В токенах Доступных Каждому Человеку На определенный Момент И дальше Какое-то количество Голосов Человеку Зависит От этого Эту тему Мы обсуждали Дело просто в том Что распространение Биткоинов До сих пор Еще не очень Широко Я Сейчас Не помню Точную цифру То ли 11 То ли 13 Биткоинов Сейчас реально На руках Те кто Первым Так сказать Пришел сюда На этот рынок Контролирует Гораздо больше Чем те Кто пришли позже Некоторые Действительно Контролируют Там не знаю 1-3% Всего Биткоин Обращения С другой стороны Люди Которые Управляют Биржами Биткоинов В значительной Степени Влияют На работу Этого рынка И при этом У них может Не быть Ни одного Биткоина То есть Ваши Активы Далеко Не всегда Определяют Уровень Вашей Заинтересованности В работе Этой системы То есть Ваше решение Не кажется Мне Как бы Супер Равноправным Хотя Эта идея Кажется Мне лучше Многих Других Вот тут Вот был вопрос Пожалуйста Еще есть время Здравствуйте Я Назим Я один из стажеров Работаю Вейс Плетфор Ты вот говорил Уже о выборах О голосовании Скажи Пожалуйста А готов ли Блокчейн К поддержке Голосования Ну скажем На уровне Большой страны Можно уже Использовать Этот Демократический Инструмент В реальных Окопах Есть компания Есть компания Клир Воутер В Соединенных Штатах Она как раз Пытается Такую систему Реализовать Мне кажется Что чуть теоретически Все готово Технология Пожалуй Требует Еще нескольких лет Доработки Особенно Для применения В масштабах Крупной страны Но мне кажется Что здорово Что этот проект Есть И уже Можно протестировать Ее эффективность Скажем В случае Выборов Внутри конкретной Компании Не страны В больших странах С населением В несколько сотен Миллионов человек Конечно Нужно еще Тестировать И тестировать Технологию Но сама Технология Есть И ее потенциал Все считают Очень высоким Собственно Есть такое мнение Что нету Более Перспективной Технологии В смысле Обеспечения Некоррумпируемых Выборов Там еще Был какой-то Тест на тему Джакса В этой же связи А ты знаешь Какие-то Примеры Использования Для голосования В компаниях Блокчейна Такие случаи Наверное Уже имеют место Я с ними Не знаком Спасибо за вопрос Надо будет Мне эту тему Исследовать Я вот знаю С тему Когда Генерируется Сто токенов Есть Два адреса На которые Вы можете Эти токены Направить Ну у вас Не знаю Сто человек Каждому по токену Самое простое Наверное Технологическое Решение Либо же Да Действительно Можно Использовать Использовать решение Предложенное Одним из Предыдущих Автором вопроса Когда мы говорили О заморозке счетов На какой-то момент Время Для того Чтобы посмотреть Кому сколько Прав голоса дать Еще один вопрос Есть Что ты думаешь В целом О том Как Нам продать Эту технологию Людям Наверняка Будут сомнения У людей На тему Того Можно ли Пользоваться Этим Инструментом В банковской Отрасли Для голосования Людям Очень хочется Верить Другим людям Нам очень важно Понимать Что за Каким-то сервисом Есть живой человек Отсюда Интерес к лидерам Нам проще Доверить банку Если мы видели Выступление Генерального директора По телевизору При этом Мы знакомы С интернетом Вот моя бабушка Говорит Не доверяю Я электрической почте Я хочу Написать Нормальное письмо Которое уйдет В нормальную почту И биткоин Сейчас Производит В отношении Денег Ту же революцию Которую в свое время Произвела Электронная почта На то Чтобы мы с вами Подсели на электронную почту Ушло несколько Десятков лет Убедить людей В том Что Биткоин Это правильно Наверное Невозможно И уж точно Глупо Я Давно уже Не пытаюсь Никого Ни в чем убеждать Когда придет время Люди Сами к этому придут Я не пытаюсь Втюхивать Криптовалюту Своим друзьям Они все знают Что я этим занимаюсь Они ко мне приходят Сами с вопросами Я с удовольствием Отвечаю на их вопросы Некоторым Идея нравится Сразу Они выходят На этот рынок Некоторые Держатся годами Отлично Спасибо Тогда Заключительный вопрос У нас есть много Молодых людей Предпринимателей Кто-то уже занимается Блокчейном Кто-то интересуется Какой ты вообще Можешь дать совет В этой области Если хочешь заниматься Всей этой темой Начинайте писать На эту тему Генерируйте идеи Становитесь известными В интернете И заявляйтесь В разные компании В разные проекты Потому что Есть огромное количество Разных призов Которые можно сорвать И в мире бизнеса И в мире маркетинга На самом деле Отрасли не хватает Хороших специалистов Многие будут рады Вас позвать Как стажера к себе В общем Если вы Молоток Если вы уверены в себе И не знаете Куда податься Пришлите письмо мне Я вас могу Куда-нибудь порекомендовать А что нам сейчас покупать А можно я не буду Давать им никаких рекомендаций А то вдруг Что не сложится И вы потом Ко мне будете Какие-то претензии предъявлять Спасибо тебе большое Чарли Надеюсь В следующий раз Ты сможешь К нам приехать Потому что Здесь многим Хотелось бы с тобой Лично познакомиться Руку пожать В следующий раз Ты приедешь Обязательно Конечно Я продолжаю ждать визу Мы поможем тебе Визу получить Главное Что ты сам приехал Спасибо тебе большое Надеюсь До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok